Почему это работает и как это работает. И я смотрю, что это откровение о пожертвовании, оно закрыто для многих людей. И я думаю, ну как мы можем получить от Бога что-то, если мы неверны Ему в том, что Он хотя бы предложил. И если Он предлагает, Он говорит, послушай, десятая часть принадлежит мне. В Левитом 27 главе 30 стих черным по белому написано, десятая часть принадлежит Господу. Все, никому больше, Господу. А в Малахии в последней, вчера я узнал, что в Торе там 3-4 глава, а в Торе написано, что это вся глава, там только третья. То есть это считается последняя глава. А в последней главе Бог говорит, как бы предпоследняя история. Опять же, о десяти дней приношениях, пожертвований. И Он говорит, принесите в дом хранилища. Десятую часть. И в этом испытайте меня. Мы имеем возможность и право на то, чтобы сказать самому Богу. Я не понял, почему я до сих пор в долгах. Почему небо закрыто? Почему не изливается? Что происходит? Я просто, ну, и он потом говорит, и я и залью до избытка. И благословлю все. Долги закроются. Мечта какая-то купится. Там работы. Будут столько работ, что вы просто забудете. Некоторые люди, которые начали быть верными, пожертвованиями, говорят. Такое чувство, что, ну, кризис говорят, а у людей работа не прекращается. Верность. Я хотела маленькое такое свидетельство, что с нами случилось это прямо приезжать. Вот так, как мы говорим про демокрингу, я тоже это быстро скажу. В данный момент, что случилось, когда же тоже это сегодня, то, что денег у меня в банке только хватает на билы, на чеки, которые я выслала. Но, как только я начала давать свою десятину, у меня даже мысль нету, как что будет. Потому что то, что еще случилось, у меня все время это случается. Я просто не волнуюсь, я даже не думаю об этом. Как у меня будут деньги? Звонит мне мама сегодня. Как бы денег у меня нет, но я так не волнуюсь, все будет нормально, главное, еда есть, все есть. И позвонила мама, у меня есть дядя, которого зовут Сема, который в Бостоне, с которым мы общаемся, которого я люблю, но мы общаемся 3-4 раза в год. И вдруг он приехал в Нью-Йорк, и он позвонил маме, и они сегодня встретились, и Лера, у меня к тебе конверт есть. Сема передал тебе деньги, панечку на Паску или на что-то. Получается, Бог с Бостона, дядя Сема, получается, вот оно так и есть, что нет. Оно так и есть, как бы денег у меня не было, денег у меня нету, я немножко думала, как, но вообще не думала, everything's gonna be fine. И вдруг дядя Сема приехал с Бостона и дал конверт. Понимаете, оно вот так и есть, Бог богословляет. Оно так и есть. А, да, ну его Сем зовут, я вам перевела по-русски его имя. А вообще, что сегодня... Я не Сем. Да, да. А вообще, что сегодня случилось со мной, но это не только как бы сегодня, но как бы я об этом думаю совсем как бы bigger, намного больше, да, чем оно есть. Где-то неделю-две назад я себе сделала решение, что мне тяжело, как Юра, когда я познакомился с Юрой, Юра сказал, когда ты... Я так коротко скажу, что, забудьте про Юру, что я не могу сейчас, так как я меняюсь, мне, именно мне тяжело быть рядом возле греха. Мне тяжело быть люди, которые матюкаются много. И так как я сама еще как бы, ну, меняюсь, вот если вы курите сигареты возле меня, я такая, я тоже захочу курить сигареты. И я себе поняла, что я должна уйти от этого. Я должна отделиться от этого, правильно? И у меня есть подружка, она очень близкая, я ее очень сильно люблю, она, ну, просто... И мне было тяжело, мне было очень тяжело уйти от нее. Она мотикается, она культ... Я не могу с ней быть рядом и не покурить сигарету с ней, я не могу, да. И мне было очень тяжело, и я очень долгое время, несколько месяцев, я просто мучилась, я как посередине была, да. Да, одна минута я с Богом, я верю, и, конечно, я в этой жизни, да. А с другой стороны, когда я с ней, я себя чувствую, ну, неправильно. Я не могу как-то объяснить, но чувство у меня есть, да. Мне же неприятно становится матюки, слушать очень много то, что непозитивно, да. И Бог мне сделал, ну, такое, короче, я молилась, и я себе сделала решение, мне нужно... Я была готова, и я с ней встретилась, и я с ней поговорила, я ей сказала... Объяснила себя, да, я знала, что мне нужно придумывать экскьюзы, что мне нужно сказать правду, да. Объяснила себя, и я ей сказала правду, что, ну, короче, я сказала правду, что в данный момент я отделяюсь от тебя, но я тебя все равно люблю, но я просто буду на себе, да. И я ей сказала, почему? Я ей сказала, потому что мне тяжело быть возле тебя, потому что я пытаюсь меняться. Сегодня у нас была встреча в два часа дня, то, что я обещала до этого разговора, что я должна была выполнить свое слово и встретиться с ней. И, ну, мы там пошли, мы пошли, мы встретились, проходит время, мы говорим до свидания, и она стоит на меня, и мне это так приятно, это вообще... Она говорит, ты вообще заметила что-то? Я не курила сигарету, и я ни одного матюка не сказала, я не матюкала. То есть, для меня это любовь, для меня это человек, который уважает, и для меня это урок, не бояться, я могла это сказать 7-8 месяцев назад, и не бояться верить, иметь эту веру, и Бог меняет, Бог не только меняет, но Бог тебе в обиду не отдаст, Бог тебе все равно сделает, что эти люди будут возле тебя. Не надо бояться, надо верить, и... Что это у меня есть, ты принесла свет, ты свет принесла. Да, и для меня это было так приятно, и это что-то большее, это не только, чтобы она не завотюкалась, и там, ну, да, конечно, это оно, но для меня это намного большее, это человек, который уважает, человек, который действительно, ну, короче, для меня это очень приятно было. А теперь этот человек, который меня не будет этого делать. Хочу дополнить, что у меня сегодня день заполнений. Вы знаете, или они нас, или мы их. Да, лучше мы их. Или они нас, или мы их. Не будет по-другому, не будет посредине. Если вы хотите, если вы хотите оставаться верующим в силе, ходить в силе Бога, в своем призвании, если вы хотите состояться в той воле Божьей, которую Бог предназначил для вашей жизни, то вы должны говорить. Вы должны говорить то, кто вы есть в Боге. Если вы не скажете, они вам скажут, что сделать. И тогда это, ну, это не подла, это все. Вы плоть, вы воплоти, вы будете идти следовать за ними. Хотите вы этого или нет, только из-за того, что вы не противостояли, не показали силу Бога и славу Бога на этом месте, этим людям. Аминь. Здравствуйте, дорогая церковь. Мы с вами не виделись немного, но это была у меня веская причина. У меня папой было 90-летие. И слава Богу, мы отпраздновали его 90-летие. И нужно сказать пастору спасибо. Он помог мне сделать то, что я очень сильно хотела для него. Это было для него радостью. Он получил от этого большое удовольствие. Поэтому церковь наша поучаствовала в этом благословении его. Ну, я хочу просто еще сказать такое свидетельство. Это было, ну, где-то, может, неделю тому назад. У нас в нашем доме уже три дня лифт с нашей стороны не работал. И я собиралась на работу. Я всегда проездной свой, ну, как держу в руках, а потом ложу или в карман, или в сумочку. И я вышла по дороге, думаю, зайду еще заплачу. Бил. И уже поднимаюсь к трейну. И внутренний голос мне говорит, проверь, где твой проездной. Я раз, кругом нету. Значит, надо возвращаться. Я возвращаюсь обратно и говорю, Господь, почему ты меня возвращаешь обратно? Что случилось? Ну, сразу, знаете, как мысли о том, может, кто-то, что-то с папой, может, еще что-то. Возвращаюсь обратно, поднялась домой, взяла проездной, выхожу. И тут, смотрю, у нас в подъезде постелила, дорожка такая красная появилась. Я думаю, а-а-а, значит, какое-то начальство уже должно прийти. Я только выхожу из дверей, уже на улицу идет наш менеджер, который нашего дома, еще с каким-то там проверяющим. И я с ними поздоровалась, и они зашли в дом. И я собралась идти дальше. Внутренний голос говорит, вернись. Вернись. Я вернулась. Я нашла, куда они пошли. Я позвала менеджера и сказала ему о том, что у нас три дня не работает лифт. Уже, говорю, тут пожилые люди, маленькие дети, и люди не могут спуститься. Он так на меня посмотрел, говорит, спасибо вам большое, что вы сказали. И я вышла, знаете, как вот с каким-то облегчением. Вечером уже возвращаюсь, лифт работает. Понимаете, даже вот такую мелочь, вот Бог через нас делает. Поэтому, ну, прислушивайтесь иногда к Нему, когда Он что-то внутри вас говорит, сделать. Это очень важно. И еще хочу вам сказать, насчет молитвы, вот сегодня затронули этот вопрос, я могу подтвердить 100%, потому что очень много здесь сидящих, и мы с ними молимся. И молитва, это большая сила, и Бог нам дал ее, как оружие. И молитвой этой мы можем укращать, мы можем разрушать, мы можем созидать, мы можем благословлять. Поэтому пользуйтесь этим, это действительно необыкновенная сила. И еще хочу так, заговорила, я еще хочу без микрофона, вы меня услышите. У нас есть анкеты, пользуйтесь, пожалуйста, этими анкетами, они лежат там на полочке. Потому что это еще раз возможность для того, чтобы какие-то ваши проблемы могли промаливать здесь, чтобы они быстрее решались. И еще одно хочу сказать, все, кто у нас в Библейском институте, пожалуйста, кончается месяц, приготовьте все свои работы для сдачи. Спасибо. А где же был проездной? Я же вернулась домой за ним. А, то мама осталась. Боблаго, забыли. Здравствуйте, дорогая церковь. Меня зовут Виктория. Я с очень много лет, и с 8 лет я очень любила шахматы играть. И я просто подумала, какое служение я могу сделать для церкови, для Бога. Мне просто пришло в голову, что я хочу учить детей, как шахматы играть. Так теперь у меня служение, 7 часов, каждой среде, я учу всех деток, как играть в шахматы. Бесплатно. Бесплатно. И я уже Давидика научила, уже Максика за 40 минут. Они меня уже тут умоляют, фика, фика, пошли шахматы играть. Они умеют уже, хорошо играют. И это будет просто радость для меня. Будете ваших деток приносить, и я их буду обучать. Ну и дальше. И что? А! Что Мишума? А! А потом мне... Не-не-не-не-не-не. То, что... Да, мне по имейл, я там тоже искала, может, работаю, учить детей, как играть шахматы. И мне позвонили, и спросили, чтобы я выходила и в настоящей школе учить, обучать детей, как шахматы играть. И все, я уже работаю. Меня зовут Миссис Шумен. И это случилось прямо, когда я начала слушать Богу. И прямо на следующий день я уже работаю. Амин. Амин. Так что Бог говорит, служите Богу, и Он будет благословлять. И благословил. Амин. 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 Хорошо. Объявление. Все. Все свидетельства закончуете. Завтра, понедельник, у нас три домашние группы. Пожалуйста, в 7 часов вечера к Ларисе, здесь в церкви. В 7 часов вечера у... А, вы где-то сколько? В 7, да. В 7 часов вечера у Юзу с дома. И в 7 часов вечера у меня. Но домашняя группа проходит Ocean Avenue и О. Если вы хотите попасть на эту группу, позвоните, я вам скажу адрес. Во вторник у нас в 7 часов вечера у нас библейский урок. Пожалуйста, приходите. Это тоже хорошее такое фундаментальное знание, где вы получаете. В среду молодежного опять не... А, молодежное служение будет в 6.30. Если у вас есть молодежь и вы хотите знать, ну, чтобы ваша молодежь изучала, пожалуйста, в эту среду Славик у нас будет проводить занятие, потому что я опять уезжаю в Филадельфию, я буду проповедовать опять в Филадельфию. Я в прошлую среду проповедовал, опять еду в Филадельфию. Вы меня зачастили приглашать. Вот. В четверг... И также репетиция группы проставления в 7 часов вечера. В четверг у нас в 7 часов вечера домашняя группа в Светан-Айланде. Пожалуйста, если вы живете в Светан-Айланде, или вы знаете, что кто-то хочет изучать Библию в Светан-Айланде, пожалуйста, приглашайте их. В 9 часов вечера. Думаю, что-то еще в четверг. В 9 часов вечера это служение по телефону. Пожалуйста, Лариса, у вас всех счет, чтобы вы могли провести хорошо время и в молитве. Ну, находясь дома, не надо никуда ехать. Так что, пожалуйста, в 9 часов вечера выходите на телефон. Если вы не знаете как, свяжитесь с Ларисой. В пятницу, в эту пятницу у нас не будет тематического шабата, потому что это первая пятница месяца. И у нас будет собрание людей, активных людей, которые бы хотели жить и участвовать в развитии церкви. Пожалуйста, я думаю, что в 8 часов вечера мы вас ждем на это мероприятие, где обсуждаются разные темы, проекты, которые касаются развития нашей церкви. Пожалуйста, мы вас ждем. И в 11 часов вечера у нас ночная молитва. В следующую субботу у нас ничего, вроде бы, да? Ничего нету. И в воскресенье мы сделаем, наверное, первый раз такое евангелизационное служение. Сначала мы начнем такое раз в месяц. И это будет хорошая возможность приглашать на 12 число на Пасху. Так что, пожалуйста, если вы хотите раздавать флайерсы, в 11 часов вечера мы встречаемся на Брайтоне. Утро, наверное. Ой, в 11 утра на Брайтоне. Угол Кони Айленд и Брайтон. Там Волгринс есть. Возле Волгринс мы встречаемся. Это самое рыбное наше место, к которому больше, хоть Оксана пришла. Из 10 тысяч флайерсов Оксана пришла. Самое большое рыбное. Мы просто везде раздавали. Рыбила. Рыбила. Рыбила приклыла. В это воскресенье, которое будет? В это воскресенье, которое будет. 5 апреля в 11 утра мы встречаемся для того, чтобы раздавать флайерсы. То есть, если вы хотите, пожалуйста. Если у вас есть футболки, но в футболках еще будет холодно. Ладно, будем пока как есть. Все, пожалуйста, мы вас будем ждать. И напоминаю, пасхальное служение будет 12 числа в 4 часа. Приглашайте своих знакомых, друзей. Будет хорошее служение. Как вы думаете, пригласить на это 12 число этого рабая Геннадия, чтобы он рассказал с точки зрения еврейского? Подождите, подождите. Почему? Почему нам надо? На 5-е приглашайте, правильно? Пригласите, вы же знаете. Вы на 1-е сказали. Подождите, я еще не задал вопрос. Что за привычка я не разговариваю? Не до сих пор, как вы сказали. То есть, конечно же, начало пасхи начинается 5-го. И она длится всю неделю. Но именно, знаете, почему я думал 12-го? Потому что если вы пригласите своих неверующих друзей, которые даже понятия не имеют, что такое пасха, то было бы, может быть, неплохо, чтобы этот человек рассказал, как бы, ну, даже сидящий здесь в зале не все знают, что такое пасха. И откуда это взялось вообще? И почему пасха, которая праздновалась столько лет о выходе еврейского народа из Египта, вдруг перешла в пасху, как Иисус Христос? Потому что для многих пасха это яйца, куличи, там, и все остальное. Копченая колбаса. Да, копченая колбаса, 100 грамм, разговец, выход с поста. Вот. И я, как бы, подумал, почему бы не пригласить этого, как бы, ну, еврея... Ну, почему он? Потому что он историк. И он, как бы, расскажет это исторические данные. Как это все было. То есть, если вы... Ну, это еще не значит, что он придет. Это я пока с вами советуюсь. Я бы еще с ним не разговаривал на эту тему. То есть, как вы думаете? Или же мне проповедовать на эту тему? Прогласите. 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 Хорошо. Тогда я с ним поговорю. Если он не сможет, тогда я буду. Потому что я сам готовлю. Я взял у него, я взял у него книги специальные, чтобы это все... А вы в другой раз расскажете, мы тоже вас послушаем. Да. Хорошо. Все, пожалуйста, группа прославления. Будем поклоняться и...